Зимовая веселка снова взяла яркими фарбами, объединяющую студентскую молодь региона. На протягу ты дня проходил масштабный форум Талинтау. Финальная кропка была поставлена в областном громадско-культурном центре. Дмитрий Котов с подробностями. Зимовая веселка пройшла в 23-й раз. Аналога в этом форуме больше не менее в одном регионе страны. Фестиваль объединяет креативную и энергичную молодь с 7 ВНУ Гомельщины. Зараз у якости тематичного лейтматывы был обранный девиз «Студенты на орбите». Это своя особливая молодежная трактовка твору Лявониха на орбите белорусского письменника и драматурга Андрея Макайонка. Темы актуальны и сегодня тому, что, как отзначили у БРСМ, молодцы за все ды были уластивые вынаходництва, инициатива и знаходливость. Распочался форум ты день тому с молодежной спортивной эстафеты. Финал отбывся у областным громадско-культурным центры. У ФАЕ разгорнулась интерактивная выстава. Кожный вуз подрихтовал свою презентацию. Например, в Гомельском медуниверситете она была у большинства присвячена волонтерскому руху. Студенты рассказывали, как допомогают пациентам с реабилитацией после COVID-19. В городе Гомеле, в различных больницах, мы были в больнице, в которых находятся пациенты с COVID-инфекцией. Ездим в разные города, в такие, как Речица. Мы были в Жлобине, мы были в Рогачеве. И сейчас планируется поездка в Могилев, тоже в стационары, в которых находятся пациенты с COVID-19. Для их реабилитации. Кожный из вузов спробовал удивить и подходил оригинально до своей презентации. Некто акцент рабил на науковые распроцовки, иншие притягивали увагу с допомогой хатних живел. Когда мы начали рассматривать варианты, которые мы можем предоставить, мы все-таки решили, что хотим разнообразить немножко выставку и решили взять с собой Машу. Маша обезьянка, Маше 8 лет и Маше здесь нравится. Мы представляем университет Аниме-Франциско-Скарына и свой проект для 100 деятелей Беларуси. Это Сейсмасмарт. Сейсмасмарт – это портативная система раннего предупреждения о землетрясениях, способная сигнализировать землетрясения за некоторое время до его начала. Далее на сцене проходит концерт, подчас якого глядачам демонстрируются лепшие номеры по выника конкурсу «А ну-ка, першокурсник». Компетентному жюри необходимо вызначить самую творчую и оригинальную команду. Зробить это было не так и просто. Студенты региона у черговый раз подкреслили, что они яркие и талиновитые. И перемоги по сутностям заслуговал каждый коллектив. Молодежь наша замечательная, с ней просто нужно работать, с ней нужно говорить, с ней нужно обсуждать те проблемы, которые волнуют сегодня наше общество. Но то, что сегодня мы видим этот праздник, студенческий праздник, это хороший знак именно в год единства, когда наши студенты, наша молодежь вместе. Вот это самое главное. Кожна из ВНУ была отзначена у особной номинации. Команда Гомельского медуниверситета признана самой музычной, а Белорусского гандлево-экономичного университета с пожилецкой кооперацией – самой гумористичной. Самые креативные студенты ГДТУ имя Сухого, самые артистичные – Гомельского филиала МИЦО. Лепш за всех танцуют студенты ГДУ имя Франциска Скарыны. Мазырский педагогичный университет перемогу номинации «Имкнуться, шукать, творить». Белорусский державный университет транспорту отзначены за лепшую режиссерскую программу. Дмитрий Котов, Сергей Камко, телерадио «Компания Гомель».